Вот это прибор, видишь? Алкотестер называется. Включайте, пожалуйста. Вот. Зачем мне распечатать? И так видно, поет пьян. Вечер пятницы. Спальный район. Рейд ГИБДД. Останавливают машины, но интересует сегодня не тонировка и возможное отсутствие страховки. Хотя и это проверить тоже важно. Под прицелом камер сами водители. Вместе с ГИБДДшниками на пост заступили активисты молодежного парламента при законодательном собрании Пермского края. Мимо проезжающие машины видят, что бывают такие случаи, когда могут остановить, проверить. Соответственно, лучше не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем других людей. И все-таки соблюдать и не садиться за руль в состоянии алкогольного пенения. Всем лицам, мелькающим перед камерой в алкогольном угаре, далеко за 30. Среди молодых людей в топе нарушений вождение без документов. Кому-то автомобиль доверяет такой же подвыпивший родственник. Кто-то забирает ключи и ездит тайком. Кто-то на регулярной основе совершает вечерний променад по району на четырехковесном транспорте. Однако итог у всех подобных историй чаще всего один. Выезд на полосу встречного движения становится одним из самых опасных нарушений правил дорожного движения. Из-за этого каждый год на дорогах гибнут сотни людей. Зрелище с рейтингом 16+. Пришедшим школьникам и студентам показывают последствия страшных аварий. Так молодые политики решили бороться с пьянством за рулем. Пускай решает сама молодежь, пить или не пить, нарушать или нет. А они, как власть, всего лишь подтолкнут ее к верному выбору. Молодежный парламент – это же тоже определенная школа, как и молодежный кадровый резерв. Эти проекты сами собой подразумевают то, что мы взращиваем кадры. Но здесь еще есть и другой аспект. Мы своим примером показываем молодежи, что есть хорошо, что есть плохо, возможно. И мы показываем, где, например, наша позиция, как мы относимся к тому или иному явлению нашей жизни. В Германии после введения практики таких краш-курсов аварийность среди молодых людей сократилась. Не сказать, чтобы в разы, но существенно, да и кто будет принижать значимость успеха, если благодаря подобной мере возможно спасти хотя бы одну жизнь. В успех проводимых акций и мероприятий парламентарии верят. Подробнее об этом смотрите вечером в программе «Ответственность беру на себя».